Здрасте, кто только что пришел. Ну и поехали. Первый раунд. Энс в защите начинают первую половину команд героек в атаке, потому что это их выбор карты. Так, ну, кстати, мнения прям разделились, причем много и четверочки есть. Ну, как я говорю, как и коэффициенты. Так, друзья, и париматч, они тоже, по сути, не могут отдать кому-то победу, не могут выделить явного фаворита в этом противостоянии. Поэтому здесь вот даже чатик, видишь, тоже, грубо говоря, 50 на 50. Ну, ладно, будем смотреть, будем наблюдать. Пока у нас первый пистолетный раунд, героики атакуют. Атаковать будут, скорее всего, под базу А. Будут это делать через будку, да, вываливаются уже сюда. Отличный минус аджник от Тесоса. Сергей пытается как-то противостоять, но нет, Тесос слишком жесткий. Влетел, разобрал, Ариал последний, хороший пистолетный от героиков. Да, причем Тесос там ворвался вообще с двух ног. И на самом деле они сделали очень грамотно. Первый игрок, который выпрыгивал, он сразу направо. Второй чуть-чуть с дилейм вышел за ним же, при фаером на правую сторону. То есть игрока за дефолтом оставили пока вообще без работы. То есть там третий игрок на себя взял обязанность закрыть дефолт. И таким образом они закрыли моментально двух опорников под будкой. Ну и вот так вот с ножа все дело закрывает Ставан. Ариал погибает. Ну и Лессон. Ну это урок. Урок. Ну это прям что-то как-то все так начинается, знаешь, у нас недружелюбно. Хотя нет, улыбаются. Улыбаются, нормально. Ребят, Джампи не может играть на этом турнире. Это РМР турнир. Да, друзья, Джампи играл на турнирах, которые, ну как, не от Valve. Как это назвать там? Наверное, не от Valve, потому что ему запрещены турниры от Valve играть при него отчасти, потому что у него вагбан. Вот. Ладно, летим дальше. Здесь у нас вроде как до... Хотя это Фобс. Много форсов в последнее время с вами видим. Но тут уже начинается все очень-очень неплохо. Хороший темп это нанесли на самом деле в этом раунде. Кэдина покоцали, Ника покоцали, Ставан просел. Но уже героики зашли под базу. А что это с дверью? Что у меня нормально все с дверью было? Она у тебя открыта, закрыта? Двери двойные открыты были. А он мне кинул. А у меня дверь открыта. А, но у меня анимации двери у меня нет. А, нормально. Да, он ее открывает, закрывает, а она просто закрыта у меня. У меня, кстати, так обычно в играх бывает. Ну ладно, ничего страшного. Здесь команда Ends на ретейк не пойдет. Это будет сейв девайсов 2-0. Для команды из Дании. Ну и старт в атаке прям максимально приятный. Для команды героик. Да, Хюндон тренер. Если вдруг кто не знал, опять же сейчас у коллектива героик. Ну и справляются, справляются. Молодцы, Ника круто. В последнее время стал отыгрывать Тесос. В стабильную форму пришел. Но остальные ребята и так, в принципе, были весьма неплохи. Но вот теперь от финнов. Ну, скорее всего, в этом раунде, опять же, мы не вправе ждать огромных совершений. Хотя, в принципе, тренингласскаут могут позволить команде Ends все вырвать на свой первый раунд в раунде под номером 3. Но с другой стороны, если даже проиграют этот, на следующий будет полноценная закупка. Так же с арморами, с кольтами, со всем прилагающимся. Ну и поехали. Это от наших друзей париматч 3.45 на Ends, 1.28 на героик. Начинают, начинают они потихонечку у нас лететь вниз. А у героев подниматься на Ends мы понятное дело. Потому что здесь уже по счету начинается разница. Плюс сейчас, я думаю, что еще и этот раунд не будет проблемой для коллектива. Героик должны будут без особых проблем закрывать бойцов из отряда Enceladus. А вот дальше, как пойдет, это уже непонятно. Ником, хорошо, Саква отрабатывает по Аэрилу и по Сане. Есть тесы два минуса. Здесь Тесос без особых проблем разбирается с игроком, выходящим с будки. Выходящим с будки это был Сергей. X7 и Алла остаются вдвоем. Стал он отличная голова по X7. Аллу последний, у него скаут. Ну и тут ему ничего не светит. Это 3-0. Так, ну и молодцы героик. Задавили B уже дважды, получается. У нас, кстати, два раунда были не похожи друг на друга. Первый раз это был все-таки сплит через рампы. Второй раз через Сикрет неплохо надавили. Ну, молодцы, молодцы. Пока что у команды Enceladus ничего не получается. Но это сильно даже сказано, потому что первая оружейка будет только-только сейчас. Вот за нее, конечно же, финны цепляться здесь обязаны. Ну и от фармилок, наверное, команду героек отказываться не будет. Ввиду того, что, в принципе, фармилки могут оказаться крайне импактабельными на близких дистанциях. Если сейчас попытаются сделать быстрый раунд, то как раз таки МАК-10 будут главными фигурами на первых ролях. Ну и посмотрим, что они придумают в действительности. Аллу, кстати, оставляет себе скаут. Ну, как бы этот скаут не оказался, знаешь, таким ненужным девайсом здесь. Понятное дело, хотелось бы АВП, но на авик не хватает. Буквально 50 долларов. Да, пока без авика. Но он оставляет большое количество денег на next round, в любом случае. То есть у него 3 300. А если он еще хотя бы с этого скаута будет напрягать по ХП игроков-героек, будет вообще замечательно. Понятное дело, что там у Кэддиана уже снайперский девайс и Кэддиан уже готов наказывать, как отшелся хорошо. Ника, вот тебе и Аллу, который со скаутом был, уже остается без ничего. Идет следующий раунд. Уже большинство с первых секунд этого раунда. И неплохо. Иксеван еще и покоцал у нас. Точнее, и сам покоцал, и покоцался, и сам покоцал. Но в любом случае разошлись. 57 у него, у Кэддиана 40, а ТС 65. Это очередной раз у нас. Как я понимаю, должна быть база B. Ну вот максимально, конечно, для меня это дверь. Она меня предает. То есть у меня дверь, одна створка открыта. И у меня через нее КТшник идет. И я говорю, типа, что ты не стреляешь? А она-то закрытая, понимаешь? Она закрытая, а у меня она открытая. Что это за четыре кей, я понять не могу. Сейчас я переподсоединись на сервер. Надо написать Габену, по-моему. Это жуть какая-то. Так, но здесь пока что Ника создает иллюзию того, что прошивает базу. Ну, точнее, не то, что иллюзию создает, а прошивает реально за генератором базу B. Но здесь Ариал в упоре под даблдорсами стоит. Будет хилпас вилки, в случае чего Саня здесь будет. Да, Ника погибает от Ариала. Дальше под пуш аквариум. Но Кэддиан не позволяет подкрепиться на этой позиции. ТС минус по вилке это Саня. Ну и Сергей последний. Здесь нужно выходить на сейф-девайс. Против четырех воевать абсолютно никакого резона нет. 4-0. Сергей находит свой фраг престижа. Но это один минус, который толком ни на что не повлияет. Заберет АК-47. И следующий раунд это будет закупка. Ну, полторы тысячи. И имеющиеся как раз-таки АК-47. Но не факт, что он его до конца засейвит. Хотя в перестрелке с двумя игроками потерял только 50% жизни. Но тут Тесса за ним выходит. И оп-оп-оп. Полез, полез, полез. И не долез в итоге у нас Сережа. И это 4-0. Ну, максимальный лос-бонус, как и говорил ранее. Закупаться сейчас не будут на полную катушку у Фины. Потому что в следующем раунде будет уже и полный бай у всех по кольтам. И снайперская винтовка. Ну, Аллу может на самом деле приобрести сейчас Кольт. Да, и вот он с ним будет играть. Кольт плюс МПХ плюс Юмпик. Хорошо. 5-7 и Дигл. На самом деле даже такой раунд МТС могут забрать. Если займут там близкие позиции. Как-то Юмпик с МПХ отработают. Ну, и МК подальним может неплохой урон носить. Да может, может. Теории-то мы с тобой видели не такие баи. И поэтому... Это девайсы абсолютно рабочие. Плюс есть арморы. Можно воевать. Можно пробовать выходить на первый. Просто если сейчас геройки забирают еще и пятый. Ну, отпускать на такую большую дистанцию. Хотя вчера я комментировал матч, в котором у нас столько количества уже и забываешь, кто с кем играет. В котором у нас играла Северная Америка. Ликвиды. Была Тенюк. Нет, играли. Все, забыл. Сейчас я найду этот матч. В общем, там... А, Кеос. Вот. Стоворов и Кеос там играли. И Кеос на своем пике взяли 6 раундов подряд в атаке. Чтобы ты понимал. Был 6-0 против Стоворов. А потом они взяли и 9 подряд отдали. А потом они взяли и 16-8 проиграли. Ну, то есть... Вот тебе и 6 раундов в атаке в начале. Вообще ничего не понятно. Кейден не мажет по Х7. Это выход через верхний скрип. У нас под базу А. Хорошая голова от Сани. Но это только одна голова. Там еще 4 человека бегают. Да, есть красный игрок. Его, кстати говоря, закрывают. Это был Ставан Никона Размени. Мстит за молодого. Остается только Алла. У него длинная М-ка. Ну и Алла тут не позавидуешь. На next раунд бай будет. Закроет. Ох ты, Кейден попал. Говорит, я попал, но не добил, ребята. Граната есть? Нет, гранаты нет. Должны будут его... Ну, он убегает. А, нет, он убегает. Он приходит на контакт. Его закрывают. Все. Сейчас будут закупаться. И давайте смотреть 6-й. Так. Ну, вот теперь снайперская винтовка, кольты. Все как нужно для команды Enceladus. Пока что Алла без фрагов, так же, как и X7. И, наверное, Джампи сидит такой, сейчас на диване откинувшись. Ах, без меня ничего не могут. Вообще ничего. Ну, ладно. Время этого молодого снайпера еще придет. Как только иск в верную сторону будет направлен. Ну, и здесь выход на улицу от команды героя к Сане. В смаках пока что кроется. Рождает аркады из-за красного. Кейдинг, кстати, его вполне вероятно может даже не прочитать. Оу! Алла, куда же ты вылетаешь? Тут еще и за красным Сане погибает. Слушай, ну и вся аркада на аутсайд от команды Enceladus. Рушится, как карточный домик. Выход. И, причем, кстати, никто не чекает правые винты. Оу! Пацаны! Ну, это, конечно, успех. Найти вот такие минуса и в итоге так раунд проиграет. Да, три девайса потеряли Фина, но по-хорошему раунд должны были проигрывать. Все так. Я сейчас занимаюсь ХЛТВ. Да, я написал уже. Да, я просто... Мы теперь сами должны все это дело делать. Поэтому я сейчас... Наверное, это вот оно. Основной канал Ruhab. Аддстрим. Ruhab ESL Hitbox. Оно интересно. Или просто Ruhab. Я думаю, просто Ruhab. Эй, как сложно. Сложно, Верри, сложно. Ладно, пока, дорогие друзья. Первый раунд все-таки забрали, но обратите внимание на закупку. Сергей играет на СМВХ. Имеется один АК-47 и три МК для команды Энс. Аллу на улице уже теперь под соперника не подставляется. Приняли решение Фина сыграть в такую отчужденную защиту. Но вот как-то вот Саня несколько нагло здесь отыгрывал. Даже не на стрейфах. Чекл просто сел на гранату на контроле и погиб. В итоге, да, есть размин от Эрил, но Эрил теперь 8 хп. То есть любой дальнейший контакт для Эрила может быть фатальным. Полетели смоки, полетел Молик направо-лево. Отзонили полностью вилку и бомба будет установлена. 4 в 4. По гранатам есть. Две флешки, осколочный смок и Молик для команды Энс. Но здесь же сколько? Ой, 5 флешек у команд героек. Но здесь можно слепить просто до конца раунда. Да, флешек много. Время уходит. Нужно идти. И... Да, все. Добавил канал. И, понятное дело, сейчас в не очень хорошем положении находятся Энс. Они уходят на сейв. Никуда они не пойдут. Пойдут. И по итогу мы здесь выходим на шестой. Шестой раунд для героев. Сейчас получилось недолго. Один забрали. Герои говорят, ну и на этом, ребят, хватит. Мы засейли. В принципе, тоже довольно правильно взвешенное решение. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас под кайфом. Сейчас мы посмотрим, что у нас под кайф. Что там? Ну, что там? Что-то случилось в чате? Телеграм, каналы полетели. Так, коэффициенты от наших друзей по римачу, друзья. Энс 6,5. Герои Годи 0,9. Вот так вот. Жестенько уже у нас тут подъезжают коэффициенты от наших друзей по римачу. Не забывайте, что есть еще стопроцентный бонус к первому депозиту. Ссылка на который находится в описании по трансляции. Переходите, соответственно, на сайт parimatch.ru. Пользуйтесь восьмой раунд, друзья. Так, ну пока что у нас Эрил на рампе. От улицы также, в принципе, отказывается команда Энс и Ладус. Понимает, что команда Героик регулярно любые близкие позиции чекает. Под гранаты распикивает. Но здесь Нико за красным еще мужей. И по нему информации нет. Если кто-то вдруг решит подпушить улицу, то могут быть проблемы у команды Энс. Так, хорошая граната. Прилетает по тесту и ставну. Суммарно нанесено довольно плотное количество урона. Ну и команда Героик все-таки все вместе принимает решение разыграть улицу. Здесь подсадка, судя по всему, на красном будет готовиться. Ну и пока что финны тратят гранаты в район радио. Надеюсь, что там кто-то есть. Ну и Саня в упоре на Мэйне. Готов противостоять сопернику в случае выхода на улицу. Но на довольно позднем тайминге команда Героик собирается делать свой выход. Бороб пока что фейкует, раскидывает и создает иллюзию того, что это будет выход на точку А. Но это выход под секрет. А под секретом только X7 в районе вентиля сейчас имеется. И X7 погибает. Вот это неприятно. Потеря одного из ключевых опорников здесь дает о себе знать и Бороб, да, еще минус Саня. Саня даже в эту сторону-то и не смотрел особо. А Бороб просто взял, дождался. Уже на отходе сделал килл. То есть он уже-то в принципе и уходил. Посмотрел и тут такой подарок. Нужно было убивать по-любому. Вот СС опять ХП. Он сейчас, возможно, немножечко будет агрессивно действовать. Вот такие вот флешечки. Как говорится, меня не жалко, ребят. Давайте я пойду посмотрю, зато информацию вам дам. Но, в любом случае, здесь Бора похватает, который у нас на нуле в лобе отрабатывает по Ириалу. Правда, два игрока остаются. Все-таки у Энс. И два девайса все-таки засейвят. Но это седьмое уже для героев. Это семь раундов в атаке на карте для них, друзья. Это огромное количество раундов. Да, понятное дело, что это пик коллектива героек. И что здесь они вроде как должны уверенно отыгрывать, чтобы семь в атаке уже. При том, что посмотрите, как они раунды забирают. Они бойцов не теряют своих. Там экономика у двух уже под 10к плюсом. Ну, там, понятное дело, что делают раздропы различные. Вот авики там покупают и вот это вот все. Но сам факт. Практически никого не теряют героики. И экономика очень и очень хорошая. Вот по счету пока грустно все у Энс. Один, пять, один, пять, два. Вот как-то даже пока и проклидера никакого-то нет. Ну, ладно, может появится в ближайшее время. И снова улица от команды героек. Получает порцию световых гранат на старте этого раунда. Но это их не останавливает. Стенка смоков на улице есть. Саня откидывает молотом на контр-проход на секрет. Ставан также будет играть в соло-люрк под точкой А. Ну и здесь Саня должен находить импакт. Пока Саня тоже на карте не особо виден. Один фраг от него имеется. Ну и под флешки готовы распикивать улицу. Команда героек. И посмотрим, что из этого получится. Х7 под точкой А. Но вот интересно посмотреть, что там по обороне в целом будет. Так, там Эрил и Сергей. Как раз под девятый. И девятый. Есть первая информация. Это простреливают через сооружение металлическое. Пока урона вносится немного. 24 хп минус. Но есть инфа. Есть инфа, но с этой информацией нужно что-то делать дальше. Будет Аллу контролит своего оппонента при проходе на секрет. Но соперник пока что под эту позицию не идет. Кейден также смотрит на подъем лестницы с этой позиции. Ну, 48 секунд. Вообще, вообще все выглядит как выход через мейн на точку А. Плюс не забываем про игрока, который все это тело лиркует через мейн лобби. Это Ставн. И... Ооо, как застали врасплох бедного Ставна. Он должен был помогать своей команде при заходе на точку А. Теперь выход через мейн от мена. И команда героек должна принимать решение выхода через секрет. Где как раз таки господствует Аллу. Минус по бору, и вот уже 3 в 5. И возвращаться снова на мейн, судя по всему. Ну, пора бы на самом деле раунды забирать. А то чего-то как-то один где-то там затесался, и все. И на этом хватит. Нет, надо больше. Во! Хорошо, Саня, мне кажется, даже не понял, как здорово лупил спреем. Но в любом случае есть минус 2 от него. Есть еще в концовке и Аталу минус. Хорошо, потихонечку начали просыпаться. Надеюсь, что это не единоразовая акция. Надеюсь, что будет стрик отенс. И не в том случае... Точнее, не из-за того, что я за них топлю, а из-за того, что тут пока как-то все грустно очень. Нет той самой борьбы за РМР-поинты, которую мы обычно привыкли видеть на таких турнирах. Но, особенно на Северной Америке. Вот, к тому, можно сказать, что такое борьба на Северной Америке. 60 плюс раундов. Да, у меня, конечно, тоже бывает там в 1-3 по 100 раундов. Но как-то вот на Северной Америке прям лютая заруба. Ника снова из-за красного открывается. Снова отличная голова. Правда, здесь у нас Сани на размене по тому самому Ника. Снова просочились вниз. Снова ставан по Ариалу. И вот так вот. Вот так вот быстро. Ну, здесь поймали Бора. По правде, Бора просто так в следующий раунд не уходит. Он серьезно критически покосил X7. А на X7 пока на ногах. 3-3. Так, ну что, я думал, до Северной будут Фины. Но нет. Парни теперь имеют преимущество на одного игрока. Есть абсолютно все гранаты, которые позволят нормально засевить. Правда, дыма нет. Если бы только для Вадим дым был, еще было бы гораздо проще. Но на позиции Украины прочекают лик. Эден, да. И ставан дает минус. Пошел дефьюз бомбы. Сергей, отлично. Вытаскивает раунд вместе со своей командой. 7-3. Я уже думал, героик заберут восьмерку вообще без каких-либо шансов. Согласен. Согласен. Как-то очень хорошо для них раунд. Ну, сами героики что-то подруинили как-то. Вроде все делали хорошо, делали все грамотно. А потом просто по стрельбе небольшая отменка поступила. И все. И вот тебе и пожалуйста. И вот тебе энд забирают. Кстати, это первый стрик у них за вот эти вот огромное количество раундов. Ну, стрик такой себе, конечно. Ну, хотя бы что-то. Хоть что-то, потому что до этого один раунд, там потом еще один. Сейчас вот хоть два подряд взяли. Может, сейчас еще и третий нарисуется. Экономика, про которую я говорил, хваленая у героев, она начинает заканчиваться. Поэтому стоит еще немножечко подавить. И можно уже будет выходить в какую-нибудь шестерку. Тесос хорошо с белого отрабатывает по сани. Есть первый минус на аутсайде. Дальше у нас борьба продолжается в неравном количестве. Поскольку героев, соответственно, в большинстве в этом противостоянии. Именно в этом раунде. Еще целая минута 20. Огромное количество времени. Героев присутствует для того, чтобы выбрать вектор направления. Слушай, головы летят только в путь. У всех отлично все по АИМу в плане того, что героики перестреливают от души. Прям и спрей-контроль хороший, и по головам хорошо стреляют. Хотя, может, я просто отвык на тир-2, тир-3 уровня. Даже на тир-3,5 уровня, что так жестко летят головы. Ну ладно, тут снова заход под Б. Вот здесь точно надо сейвить команде Энс. Вообще без шанса будет выходить в ретейк. Тем более, Нико находит минус по Сергею. И уже 2 в 5. Это как минимум первая половина для команды героик. И мы их с этим моментом поздравляем. Кстати, слышал о коллаборации Gucci совместно с Fnatic. Я посмотрел, даже сейчас уже вышел. Не знаю, видел ты или нет. Выпустили лимитированные издания часов. Да, да, и вышел очень прикольный ролик. Минутный. Не, ролик не видел, а вот... Вот, ролик, посмотри, ролик прям тоже такой хороший, качественный. Ну, типа, Gucci, качество, стиль. Конечно, часы, которые стоят 100к, это для геймеров, как мне кажется, многовато. Да нет, ну, смотря для каких. Для проигроков это так. Ну да, если это делается для топ-5, так скажем, богатых организаций, то там как бы нормально. Можно с зарплаты выделить сразу косарик евро и купить себе часики. Ну, если честно, я на эти часы посмотрел, мне такой стиль не особо заходит. Сами часы неплохие, а вот как оформлен сам циферблат, ну, мне как-то показалось не очень. Хотя, опять же, на вкус и цвет. Ну, коллаб, коллаб, когда приходит в киберспорт Gucci, это, конечно, круто. Да. С часами Gucci жизнь круче. Ну, а у команды Enzo жизнь пока круче не становится. Всего 3 раунда в защите из пока 11 сыгранных. Будет закупка сейчас, но в случае поражения в этом раунде это уже будет выход на десятку для команды героев. Но про поражение команды Enzo в этом раунде мы говорить пока не будем. Посмотрим на их реализацию. Снайперской винтовки, калаша, кольтов и юмпика. X7 с юмпиком вновь играет у нас поджим на радио от Эрила, причем в соло он это делал, воспроизводил. Ну, здесь еще есть один молодой человек. Это товарищ Санни. Санни погибает. И проход на рампу, по сути, открыт. Там есть один товарищ, это снайперская винтовка от Аллу, и X7 по винтам спускается. Но команда героев пока не стремится занимать сразу же выход под базу B. Конечно, соблазн велик. Сделать быстрый выход на точку B. Но понимаешь, что когда против тебя играет тир-один команда, крайне опытная, такие перетяжки могут быстро чекаться. Так. Бороб. Снова голова. В этот раз Сергей. Бомба уже под даун. То как-то по базе соскучились немножко. Все под B-геройки бегают. Ну, удобнее им так. Им так сподручнее. Поэтому они по D2P несутся с двух ног. Никто не запрещает, как говорится. Ника ловит. X7 без особых проблем. Ну и здесь у нас Аллу поймают. Да, поймали его. Там еще и пророчек такой был от своего. Мог по-своему ненароком попасть. Но нет, Кэддиан точен в этом моменте. Это 9-3. Перерыв от команды Энс. Первый тайм-аут полетел. Так, а что-нибудь по каэфу у нас изменилось? Ой-ой-ой. Эффициенты от наших друзей по рематчу следующие. 8,5 на Энс. На героик 1,05. Тут развал по каэфу. Полный развал. Полный развал. Ну, помнишь, еще перед началом этой встречи я говорил, как бы там, но Нике все плохо не кончилось для команды из Финляндии. Потому что и правда, во-первых, без джампи. Во-вторых, датская сигнатурная карта Нюк, она мало кого щадит. Тем более, когда героик на подъеме именно в своей индивидуально оптимальной форме, трудно им противостоять. И видно, что финны многие пока что еще не включились. Тот же Аллу, пока самая, так скажем, тусклая фигура встанет своей командой. То есть, ребята там не особо шибко далеко ушли по счету вперед. Но именно импакта от Аллу, как от Мейнавика, на такой большой карте, где снайперская винтовка имеет огромный вес, его пока не видно. И это очень плохо. Это очень плохо. Да, это не очень плохо. Как говорится. Но, опять же, это полноценная БО-3. Есть вторая карта. Есть время включиться. Да, если сольют этот, конечно, разгромно. Тесы закрывают первого. О, там Кэддиан прикрел. Думал, ничего себе залетело. У тебя Тесы. Нет, это был все-таки Кэддиан. Сергей единственный, кто пока сделал минус в этом раунде. Ситуация уже 4 в 2. Опять же, только 35 секунд раунда прошло. А тут уже Атенс и след простыл. Сани вместе с Аллу остаются. И здесь им не позавидуешь в этой ситуации. Нулевой этаж через Сикрит будут проходить героики. Команда атаки практически в полном составе. Сейчас будет направлять свой вектор атаки под базу Б. И здесь пока их никто не ждет. Отходят под рампы. Поднимаются на верхнюю часть рампов ребята из Энс. Ну и здесь без особых проблем сейчас бомбу поставят. И просто задефают все это дело. Хотя сейчас вот на контакт там выходит один игрок. Ну да, и до свидания. Ну и вот еще один. Ну хорошо. Ник хорош. Уника 16.5. 3.2. КД отлично стреляет. 10.3. Да, но это минимум уже 10.5 для команды героек. И учитывая то, что это их пик, я думаю, у них есть максимальная уверенность в своих действиях. Поэтому, дорогие друзья, как бы первая карта у нас не ушла слишком быстро. Ну на самом деле вчера, когда я комментировал также европейский дивизион, у нас было прям 3 матча, точнее 3 карты на втором матче между Норс и Моиста Райдерс. Все карты Total 26.5 больше. И в первом матче, по-моему, одна карта была только в районе там 16.9. И вторая тоже была Total больше. Сегодня пока день начинается несколько в другом темпе. В крайне быстром от одной из команд. Ну и для Энс этот темп, кстати, тоже приобретает довольно быстрый характер. Неплохой спрейболл с девятки. Оставили довольно битым и Тесса, и Кейдена команда Энс. Но все равно первая результативная выходка. И это снова минус один для команды Энс. Четыре Амки остается без X7. Ну и что-то финны вообще ничего не могут пока сделать. Ну, смотри, какие красные героики. Прям вот берите, добивай, как говорится. Вот Саня этим и пользуется. Закрыл и первого, закрыл и второго. И вот тебе, пожалуйста, уже большинство на четверочку нужно выходить. Потому что, ну, слишком серьезно находили, слишком много сделали в этом раунде. Да, 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 вот так. Четвертый. Четвертый есть, присутствует. 4-10. По итогу последний раунд первой половины. Ну и так-то много, да. То есть тут нужно по-любому, по-любому нужно забирать пятый Энс. И этого будет невероятно мало. Но тут еще не факт, что заберут. Если сейчас все так же будет получаться у команды героя, то спокойно можно выходить и на одиннадцатый раунд. Там бороб 4-7, кэдди на 6-4. Но зато все остальные игроки уже там все вместе 36 не стреляли. Поэтому нормально. Раунды берутся. Есть некоторые отстающие игроки по фрагам. Но в целом команда лидирует, поэтому все хорошо. Подгадином заметил, либо просто дал префчик, дабы его самого тут не перестреляли. Тут Аллу в позиции за красного будет принимать. И в принципе два игрока находятся на приемке аутсайда. Эрил абсолютно белый, уходит на рампы. Его должны догонять. И Тесос закрывает. Ну вот банально, да. Даже перестрелка один в один у финнов очень редко залетает на этой карте. То есть тут не проблема в том, что они проигрывают как-то тактически команде героик. Они проигрывают прежде всего именно по стрельбе. Кэдин переигрывает из-за красного сани на улице. Размен имеется от Алексея Яли. Но 3 в 4 не имея позиционки, крайне тяжело будет выйти в ретейк команде Энс. Ну полетела. Световая граната хорошая. Под нее X7 открылся, дал минус. Но моментально погиб. Отставлен еще один минус. Вот Сергей опять же, да, он знал, где находится оппонент, но перестрелять его все равно не сумел. И это 11-4. Крайне-крайне сильная первая половина от команды героик. С тобой идти со всех сторон. Но это уже последние деньги и Counter-Strike такого Тир-1, потому что сейчас 29 июня все уходят в отпуск. Ну саммит у нас закончится. Вот 5 все-таки давай возьмем на 5 июля. Это вот такой вот последний. Потому что для меня максимально интересно, почему некоторые турниры будут. Ну то есть, как некоторые игроки уходят в отпуск. Ну и Тир-2, Тир-3 команды. Тир-3 игроков. Ну они же тоже игроки. И как-то их ассоциация игроков то ли не защищает, то ли еще что-то. Ну ладно. Мы смотрим. У нас тут быстрый заход под Б-базу. Никак пока проблемы. Но все-таки Пересмерть одного забирает. Там еще X7 подключился. Правда, Боров на размене. У меня есть ситуация 3 в 3. И у X7 проблемы по ХП. О, у меня, кстати, дверь разлагало. Замечательно. Теперь открывается все нормально. Теперь открывается все видно, да. Хорошо. Четко. Стильно модно молодежно. Ну, тут по ХП проблемы есть. У команды Энс. Всего 2 ХП у X7. Ну и Боропа. Кстати, может выйти в спину Сани, на самом деле. Он его в тайминг здесь не особо ждет, если честно. Но выход на базу. Ой-ой-ой-ой, у Боропа. Сейчас 2 игрока. Команды Энс будет. Первый падает. Второй на размене. Хорошо. Но плохо, что погиб для команды Энс не тот, кто с 2 ХП. Это X7. X7 пытается по вилке пострелять. Здесь бомба установлена. Это уже задача минимум выполнена. Ну и Ставна. Ставна ждать надо со спины. X7 его вроде как ждет под определенным углом. Ну, Ставн, если бы знал, конечно, вел бы себя гораздо агрессивнее, что там всего 2% жизни. Ну вот теперь он его переигрывает. И Сергей 1. Не, ну это сильно. Это очень сильно. Молодой. Ой, молодой. Слушай, стильный, красивый, молодежный, молодой, скилловый. Просто в голову стреляет, убивает на повал, всех кладет. О, шесткий. Чекеряо. Просто жесткий. Чекеряо врать на убранц. Жестко, жестко, жестко. Дверь открыл. Игрока закрыл. Красава. Двенадцатый. То есть N смогли зацепиться за пистолетку. Могли, ну, мягко говоря, появиться какие-то шансы, да, на возвращение, на камбэк тот самый. Но нет, теперь, по-моему, отмена уже. Хотя, хотя, опять же. Но не отмена, наверное. То есть N за атаку. Ну, я хотел сказать, мы не такие камбэки видели. Просто это нюк. Тут героики в такой форме. Тут у N ничего не получается. Просто они сейчас форсируют события. Если через этот форс сейчас ничего не получится. Если героик выйдут на тринадцатый, там бьют денег. Там четырнадцатый. Четырнадцать четыре. Давид все это делал на тебя. Он хочет про все это дело забыть. Ставан закрывает первое. Это был Санни. Заход под базу А со стороны коллектива. N с X7 шьет. X7 забирает Бора по ситуации четыре-четыре. Так, ну теперь его удержать бомбу осталось. Enceladus. И, ну, против таких девайсов, как Аук, Два кольта и Скаут, это будет сделать проблематично. Ставну скидывают как раз-таки Скаут. Ввиду его наличия минимальных ХП. Ну, героик, не знаю, такое ощущение, что не особо хотят идти на выбивание этой бомбы. Просто под мейном пока стоят. О, а там приходит Сикрета, молодой человек. Вал, он не полетел по стрельбе по второму игроку. Но здесь сейф. Здесь сейф. Команда Героик все-таки пятерочку забирает. Команда Ence что-то да закупит сейчас. Команда Героик и будут тоже дальше нормально играть. Тем более у них три девайса. Таких тир-1 будут. Аук все чаще и чаще, кстати, как-то появляется у нас. То есть если Крик вообще, по сути, мы вычеркнули. Хотя Fallen тот же, у микров, его регулярно берет, когда нет опции взять на винтовку. А вот аук все чаще и чаще появляется. Частенько-частенько берут этот девайс с зумом. И аккуратно в этом зуме, не рандоме, так по пульке стреляют. Есть выражения такие в Counter-Strike. Пульки. Надо отделять. Например, есть игрок такой Rush. Когда по нему стреляют, некоторые говорят, по Rush. Ну, по игроку с никтаймом Rush. Да, вот. Ну, видишь, так в замесе не скажешь, поэтому не всегда получается. Но вот такие небольшие моменты бывают. Окей, забрали Ence, Force. Это не может не радовать ни их самих, ни, в принципе, их фанатов или тех, кто, например, на ТБшечку здесь заливал. Ну, мало ли, такие тоже были. А вы не забывайте, что если вы заливаете, то можете это делать еще и со стопроцентным бонусом на первом депозите на сайте parimatch.ru Ссылка находится в описании под трансляцией. Ну, а мы пока отправляемся в очередной раунд под номером 18. Ence, Laduce, ту-ду-ду-ду, ду-ду. Надеемся, что Ence покажет сопротивление на второй половине. Хоть и слабо пока, что это представляется возможным. Юмпик, два маг-десятых, два калаша. Что сейчас есть у атаки? У защиты, на самом деле, бои смотрятся немножко посолиднее, даже несмотря на то, что там у двух игроков наличие. Дегло. Немного посмотрел стрим в КС захотелся. А это нормальная тема. Я тоже смотрю какие-то стримы. Там либо по какой-то игре... Ну, вот знаете, если честно, вот мы с Громовым последние, там, два месяца работаем на КС. Сейчас я расскажу эту историю. У нас тут просто врыв под базу Бена. На любой этаж уже посочились игроки. Сергей Сережка смотрит у нас здесь спину, дабы никто не подпушивался. И что, через мэн, через аутсайд. Бомба будет ставиться. Через фейк, кстати говоря. Дверца открылась. Сейчас закроется. Там игрок, хотя Тесус, ты смотри, сразу закрывается. А Сергей... Ух, какие головы. Сереж, молодец. Парапапапапапапапапапапапапапам. Сереж, молодец. И что там по истории? Так вот, да. Вот вы говорите, что посмотрел игру, захотелось в КС. Знаете, мы начали все это дело с Маем, с Громовым комментировать. Ты еще одну голову дост? Нет, не дост. Серьезно? Смотри, какой. Там китов. Там убивание в речь не... Киты подобрал. Он пойдет сейчас дефит бомбу Он выиграет раунд, а его будут прикрывать Что? Энцеладус Энцеладус Вот это красавцы Это был сейв Это были экзит Фраги от Боропа Какие головы он дал Что он сделал Он просто пошел на мужика И просто забрал этот раунд Это просто мужик с остальными руками Шарами Красавец А, история С Громовым комментируем мы, конечно же, примерно 2 месяца Еще 2 месяца комментировать ее будем То есть, грубо говоря, у нас 3-4 месяца работы по Фунтерстрайку Практически каждый день по 6 часов комментировать И вот знаете, когда ты комментируешь, конечно, 6 часов Вот что-то как-то Ты на нее смотришь и заходить тебе в нее уже почему-то после этих игр не хочется Но вот как-то вот Плохо, когда много, плохо, когда мало Нужна золотая середина Да, у нас в России так не бывает Мы же русские У нас лип так, лип по-другому Ну да Ну и в итоге 3 клаша АВП и МАК-10 И вот уже АВП отлетает Это Алексий Яли Оставил команду в меньшинстве Ну, готовился выход на точку А И здесь размин имеется по ставну от X7 Так, еще минусатник И снова размин от X7 И 3 в 3 уже и выход на базу А А под базой А никого нет Хотя там номер 0 Бора, по-моему, на 9 играет А здесь десантура через винты еще Ну там, во-первых, с рампы придет Один товарищ у команды героек И этот товарищ чуть не отлетел Тесос Бомба установлена Ретейк 3 в 3 Но ретейк со снайперской бультовкой И еще погибает Тесос И погибает Кэтик Борб последний Тоже минус И это шестой рамп для команды Энтс Ну, сейчас не знаю То ли форсить То ли делать экономический рамп в команде героек Но счет позволяет, на самом деле, пофорсить Поиграться с командой Энтс Почему нет? Главное не заиграться А то видывали Вот эти вот игры ваши В Counter-Strike Потому что есть 13 Потом поигрались немножко Хоп, уже 13-11 Хоп, уже тайм-ауты начали брать героек И все, поигрались А пока вам покажу от наших друзей париматч В целом на матч коэффициенты То есть не на первую, не на вторую карту А вот в целом на BO3 Пока они выглядят следующим образом То есть хорошая солидная троечка на Энтс И 1.35 на героек Вот, поэтому Думайте сами, как говорится Решайте сами У нас 4 дигла и 1 скаут И герои Оп Разменяли здесь по урону Неплохо Игроки команды Энтс и герои Ну, то есть Энтс это уже проползли По крайней мере 1x7 прополз Под вентиляцию Здесь Кейден ждет Вместе с своим тиммейтом Выход под базу Б Но Талу дождался Репик отставна Прочекал на страйфе И был отправлен в отставку Тесос И есть минус с Кейденом на пару Неплохо А выход под Б Теперь может на самом деле Быть очень болезненным Для команды Энтс Нужен игрок с аквариумом Обязательно Нужны какие-то флешки Хотя бы в плен Чтобы можно было выйти Но тут продлевается Смог еще на аквариум И теперь Тесос должен смотреть Только двойные двери А Бороб на самом деле Ввиду всей этой ситуации Может пойти и пропушить Под винты И с деглом потом просто Соперника не почувствовать То есть Своего образа ловушка Для команды Энтс сейчас Слушай, тут Вот мы с тобой не раз Уже видели Становились свидетелями того Что вот эти вот баи С четырьмя деглами С одним скаутом Очень часто заходят Даже против фулл бая Против серьезных девайсов Потому что сейчас уже ситуация 4 в 4 Это на самом деле 30 секунд Будут на поздних таймингах Действовать Энтс То есть на этих таймингах Нельзя ошибаться Любая ошибка на поздних таймингах Это луз Тесос Минус x7 Здесь открывается очень хорошо Аж правой вилки Кэддиан закрывает У нас игрока попадает Еще по одному игроку Аллу его все-таки добивает Но это 2 в 2 Плюс красный Аллу Он шотный для дегла А там Боров Тот самый Боров Про которого мы вам сегодня Уже говорили И показывали его И он может здесь зарешать Снова А здесь Ника открывается Отлетает у нас игрок Аллу последний Он шотный ГГ вп 4 дегла 1 скаут Все что нужно для победы Над командой Энтс И сюда девайсы Сюда девайсы Собирают урожай команды героек Но и правда Пока даже не близкая Команда Энтс К сожалению Вообще фиша матча Это громкая И да Казалось бы по именам Именно по нейм тегам Команд Можно было говорить Что Энтс Здесь определенно Фаворит Во всей этой истории В этом Бест оф три Матче Но да Все таки Такой важный фактор Как отсутствие Джампи Ну или как многие Называют его Ямпи Он дает О себе Знать Ну что Да Что-то Энтс Выход на ГГ Ну Энтс Конечно Руинит катку Ох Руинит катку Себе Ну опять же Тут героики Красавчики Очень хорошая форму Ребят Невероятно классная Убивают всех Хорошая стрельба Как с основных Сигнатурных девайсов В виде штурмовых винтовок Так и с дополнительных Девайсов В виде Зерт иглов И каких-то других Пистолетов Включая Не основной Сигнатурный девайс Снайперской винтовки Замена К которому Приходит скаут Вот тебе пожалуйста Беруту делают все Все Чтобы забрать свой пик И забрать его не просто А забрать его уверенно С тоталом меньше Сейчас Уэнтс Один из последних раундов И в принципе Ключевой раунд этой игры Проигрывая его Выходить на 15-6 Без экономики Это понятное дело Суисайд Но Мне кажется Так сейчас и произойдет Но Гадать не будем Так Ну давайте смотреть Дорогие друзья Есть минус по борпу И Пока что Преимущество На одного игрока имеется Правда в дымы Нашивает кейдзен Прям очень импактово Но Алло Быстро его Разменял 3 в 4 Меньшинство У команды героев Ну и не из такого Меньшинства выбирались парни Правда план занят И это конечно же Проблема будет Но здесь Саня Саня Прочекал его Тесос Вот уже 3 в 3 И по-моему Алло Тесос тоже услышал Поэтому Тесос здесь ждет его на префайре Алло сам выходит Вносит по нему очень много урона И в принципе переигрывает И с нам он выходит с 9 Погибает И это седьмой раунд Для команды Энц Хорошечно Хорошечно Не хотят сдаваться Ой не хотят Борются до конца Финны Как в старые добрые времена Когда про них песенки писали Когда они заявили о себе Всему миру Потом да К сожалению потерялись Потом Не смогли справиться С определенными ситуациями С перетурбациями в составе С какими-то изменениями С изменениями в экономике В мете Контерстрайк Вот этого вот всего Но Побеждают сильнейшие Отсеиваются Слабые коллективы Или те которые не смогли Вовремя восстановиться Интересно будет Августа дождаться Когда Клейф вернется А Ника кстати говоря Продолжает удивлять А еще одного увидел Но тут правда Саня и Сергея И да Да Всех забирают Все хорошо Заберут еще кого-то Интересно А тут же Девайс подобрал Ника Здорово Есть минус А еще будет Там просто у Кэди она Ай-яй-яй Жалко Кэди она не отыграл А вот если бы вышел Через бу Ты видел Ты видел Серега с Аней Просто по голове Дрынь Нормально Говорит Держи братан Для тебя ничего не жалко Но это восьмой должен Так ну что Здесь хотя бы не знаю Выйти на тотал больше Для команды НС Было бы неплохо В принципе они восьмой Заберут и девятый уже Да да Возвращаются Но опять же Если героики Сейчас вот возьмут паузу А вообще она будет логична Наверное Вот сейчас Потому что у них еще четыре Куда их в банках солить что ли Возьмут сейчас паузу И соответственно Немножечко вот этот вот Пыл НС собьют И выйдут на пятнадцатый Но это только пока лирика И факт что это произойдет Сейчас с одним девайсом Мы же знаем что Геройка много не надо Диглы взяли полетели Все раунд забрали Притом что сейчас вообще есть Еще и АК-47 Нет паузу вроде как не берут Пока не берут Пока не надо Два формгана и три АК Для НС в этом раунде Так ну давайте смотреть Шесть раундов преимущества А сейчас представляешь Один из таких вот громких Камбэков в последнее время Да вот Как зарядят сейчас фены Опа И новость потом Нейшл ТВ появляется Команда НС больше не нуждается В услугах в джампе Хисторикал комбэцк Самибаск вообще-то Да Но Комментатор чей пик Это пик команды героек Ну вообще Вообще если что Ребят Ну 21 век И 2020 год Можно на Нейшл ТВ зайти Не знаю Ну это просто в принципе Удобно смотреть статистику И так далее Не-не-не Нейшл ТВ Да правда Если вы не знакомы С этой площадкой На телефон Есть это приложение Скачиваете Смотрите И всю информацию Собираете И последние новости По игрокам Если вам интересно Соревновательный Контерстрайк Это прям топово Другая момент Что не все могут позволить Себе какой-то мобильный Трафик сторонний Если они где-то далеко Но если смотрят Слушают Значит все-таки Позволяют себе Так Аллу Будешь фармить? О Пофармил Проверяй Тут минус Он даже не попал Ну он забирает еще маг Ооо Сейчас маг 10 Апа Чего? Алло Фины Вы куда? Вы чего делаете? Что за отдача На ровном месте? Погибает У нас Сани последний Остается Эрил на 9 По нему есть информация Слушай Ну там гранат нет Там гранат нет Тесес уходит на 9 Молик Он моликом промазал По-моему Оттуда смог Кладется Оп А теперь дифьюзи И сам дифьюзи Тесес А его будет прикрывать Товарищ Кэзин Это дифьюз Дорогие друзья Это 15 раунд От команды героика Это экономический С юспами С одним засейвленным АК 47 Вот это да Вот это красиво Вот это Жестко Например Вы тут для чего? Зачем там гуглить Смотреть Сделайте Худ Работает Солнце еще высоко Гром Ты тут для чего вообще? Ну вообще да На самом деле Справедливаюсь Разве ты заметил Что я здесь Для того чтобы озвучивать Нет вообще Ребят Громов Сейчас держит хост И он сделал все Для того чтобы Вы получали максимально Качественную картинку То есть он мог Выбрать фид Которую нам обычно Картинку Да Вы получали картинку Уже пережатую Зажатую Выжатую Через лимон И жаловались бы на качество А так он зашел в игру Показывает вам Все это дело из игры Поэтому у нас Здесь нет пиков На фиде есть пики У нас нет пиков У нас есть ариал А нет А пока еще А нет уже нету Ника хорошо открылся Очень долго здесь Из-за красного Выходил игрок Каталу Продал двух своих тиммейтов По сути И 3 в 3 ситуация У нас повыжившая Так ну ладно Пока что ситуация следующая 2 в 2 2 в 2 Какая Что тут быстро как-то 2 в 2 2 в 3 2 в 4 10 15 5 Слушай А сколько раундов Я помню Вот прям на своей памяти Сейчас 3 раунда А сейчас Смотрите Камеру забыл Секундочку Меткий стрелок Бора больше всего В голову 91% попадания В голову Бора Нормально Рамер Бора больше всего